Вы всем привет и сегодня я вам расскажу про Роблоксишу, которую просто все ненавидят. Также у этой девочки есть свой ютуб канал, вот так вот он выглядит, может вы ее где-то видели. Ну и скорее всего вы задались логичным вопросом, что же тут такого и почему ее ненавидят просто весь ФД Роблокс. Но давайте я вам расскажу все с самого начала. Свою карьеру ютуберши и Роблоксиши она начала еще примерно где-то в 2021 году. Ну а еще хочу сказать то, что на ее канале сейчас 142 тысячи подписчиков. Изначально она снимала довольно безобидный контент, просто пробовала повторить за популярными Роблоксершами, но у нее ничего не получилось. Потом она начала снимать довольно интересные видео, название их разбиваем телефон вместе с Аленой. Также в одном из этих видео она говорила, что взяла эту идею у Роблоксерши Иры, которая была в ТикТоке. Ну а тут я вас хочу немного расстроить, потому что эта Роблоксерша Ира ушла еще давно, до того, как она начала снимать эту рубрику. Так что можно спокойно сказать, что она эту рубрику украла. После этого у нее эта рубрика начала не залетать и она снимала просто обычные видео. Сейчас мы перейдем к самому главному вопросу, почему же ее так не любят, ну и что же она собственно сделала. В один из дней на ее канале появляется видео реакции на Дашу Джекелли. Если вы не знаете, кто это, то эта девочка говорила, что она выкупит ТикТок, Инстаграм и так далее. И это видео у нее залетело довольно неплохо, но это и понятно, потому что тогда эта рубрика была еще актуальна. Потом она начала замечать, что это видео у нее залетело и она еще сняла пару таких видео. Ну а после того, как видео Даши Джекелли закончились, она перешла на таких интересных людей, как Тяночки. Ну а если вы не знаете, что такое Тяночки, в переводе это означает девочка. В итоге ее контент стал однотипным и она снимала просто реакции на этих Тяночек. То есть по факту она перешла с нормального контента на какие-то реакции. В итоге она уже примерно год снимает эти реакции. Ну и знаете, в этих видео она не просто рассказывает свое мнение, как она к ним относится, она их просто тупо обзывает. Ну ладно, с ее контентом мы более-менее разобрались. Ну давайте я вам сейчас расскажу про нее немного в реальной жизни. На самом деле информации про нее не так уж и много, но все же она есть. Давайте же разберемся насчет того, сколько ей лет. В некоторых своих видео она говорила, так мне 12. Знаете, правда это или нет, пока что неизвестно. Ну и наверное на этом можно заканчивать, потому что особой информации про нее нет. Ну давайте разберемся насчет Роблокса. В Роблоксе она тоже известна как Алена. Также у нее было очень много скинов, по которым ее узнавали. Кстати, вкус у нее ничего такой, мне нравится. И да, все скины, которые у нее были и по которым ее можно было узнать, сейчас вы видите на экране. И да, если вы ее увидите где-то в любых серверах Роблокса с этими скинами, говорю так, бежите. А также, как я поняла, ее канал был создан вообще по рофлу, по шутке. Но знаете, эта шутка зашла слишком далеко. Ну и давайте вернемся назад к ее контенту. Ну и когда она только начинала снимать эти видео, ей писали очень много хейта. Знаете, она даже замутила ответку на эти комментарии. И да, могу сказать так, что до этой Алены подобный контент просто никто не снимал. Ну да, может и снимали в ТикТоке. Но сейчас мы говорим только про Ютуб и про Федороблокс. Поэтому можно сказать, что она есть создателем этой рубрики, представляется, ребята. Чтобы вы понимали, создать свою рубрику и набрать на этом нормальное количество подписчиков, это довольно тяжело. Но она с этим справилась. Ну а давайте вы сейчас напишите в комментариях, видели вы эту девочку где-то либо в Роблоксе, либо в Ютубе. Ну и на этом все. Также, если вы хотите вторую часть, также пишите в комментариях. Ну и я уже буду заканчивать. Всем пока.